Беслана. Событие, внушающее ужас. Я хочу поблагодарить, во-первых, то, что вы помните и вспоминайте. Это очень важно и для нас. Как прошло 1 сентября в деревне Универсиада? Феномен Баадера-Майнхоф. Откуда взялся праздник 1 сентября? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Соке Волоснова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошел медиалекторий с профессором Гасан Гусейном Ибрагимовым, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. На встрече он провел первую лекцию из цикла «Методология и методы педагогического исследования», которые являются базовыми в формировании методологической культуры у студентов. 1 сентября официально является светлым днем знаний, когда сотни тысяч школьников впервые переступают порог школы. Однако в 2004 году в солнечный сентябрьский праздник ворвался ужас, который вот уже 19 лет не покидает сердца всей страны. Трагедия в школе номер один города Беслан является самым масштабным терактом, организованным в учебном заведении, и по сей день внушает страх одним своим упоминанием. Казанский федеральный университет помнит и всеми силами старается предотвратить любые террористические действия. В конференц-зале главного здания Казанского федерального университета состоялось заседание круглого стола, посвященное вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. На повестке дня был освящен теракт в Беслане, произошедший в далеком 2004 году. Именно тогда, 1 сентября, во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. На третий день, около часу дня, в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности был предпринят штурм. Последствиями такого страшного события стало тысячи сломанных жизней и судеб, а воспоминания того самого 1 сентября до сих пор внушают страх и ужас не только пережившим трагедию, но и всему миру. После этого масштабного теракта правительство начало ужесточать профилактические меры, стараясь всеми силами не допустить повторения этой ситуации. Кроме того, с визитом в университет приехали непосредственные участники тех событий, чтобы поделиться своим тяжелым опытом. Это важно на самом деле. Просто надо и не только в университетах, и в школах надо приводить, чтобы дети знали, что случилось, и может быть это как-то даже в будущем поможет. Не дай бог, конечно, но мы все люди не застрахованы ни от чего. Не дай бог, конечно, что произойдет такое, но если вдруг люди уже будут, наверное, знать какие-то моменты, что-то как-то действует. Но на самом деле хочу поблагодарить, во-первых, то, что помните и вспоминаете. Это очень важно и для нас. На самом деле нам очень приятно бывает. В Казанском федеральном университете уже не в первый раз проводятся подобные мероприятия, направленные на противодействие терроризму в соответствии с государственной политикой. Профилактика терроризма включает в себя широкий спектр мероприятий, таких как мониторинг и анализ информации, совершенствование законодательства, сотрудничество с другими государствами и международными организациями, обучение и подготовка персонала правоохранительных органов и многое другое. Основной задачей профилактики терроризма является предотвращение потенциальных угроз и предупреждение террористических актов до их реализации. Уважаем огромную благодарность каждому, кто участвует к этим мероприятиям, потому что мы это делаем как для молодых ребят, так и для своих друзей. Профилактика терроризма позволяет предотвратить атаки и сохранить жизни людей. Теракты, как правило, приводят к гибели и тяжелым травмам. Благодаря правильным мерам по профилактике терроризма можно избежать многих жертв и сохранить здоровье людей. Елизавета Казизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. 1 сентября в деревне Универсиады прошел традиционный торжественный концерт для студентов-первокурсников, ключевыми гостями которого стали выдающиеся выпускники Казанского федерального университета. Группа, чье название знает каждый, отпетые мошенники. И популярный певец татарской эстрады Марат Ярулин. Как это было, смотрите далее. Праздник по случаю нового учебного года в Казанском федеральном университете. Это всегда масштабно, красиво и интересно. В этом 2023 году для студентов-первокурсников была подготовлена концертная программа с участием приглашенных гостей, выдающихся выпускников вуза, творческих коллективов Казанского университета. Ну а главными звездами вечера стали российская поп-группа «Отпетые мошенники» и популярный татарский исполнитель Марат Ярулин. Началось мероприятие традиционно с выступления почетных гостей и награждений особенно отличившихся первокурсников. Ими стали ребята, получившие 100 баллов на ЕГЭ, дети, чьи родители стали участниками специальной военной операции и победители Всероссийских Олимпиад. Начиналось все с поездки в Елабугу. Закончили 11 класс. Мы там, 50 детей из Лисичанского, Луганской Норной Республики. И в один из моментов, это была студвесна этого года, 2023-го, мы приехали на экскурсию в город Казани, посетили самое главное здание КФУ и поучаствовали на мероприятии. И после этого я понял, что такое красивое историческое здание с большой историей и огромным количеством персоналов, профессионалов, что я хочу обучаться именно в этом университете. Я участвовала в Олимпиадах по разным предметам. Одним из моих любимых предметов был русский язык. Участвовала в Олимпиадах не только Всероссийских, но и в Перечне. Там выиграла и получила диплом, который позволит поступить без вступительных испытаний в наш Казанский федеральный, на направлении, которое я действительно хотела, которое мне очень нравилось. Территория деревни Универсиады собрала более 5000 первокурсников самых разных институтов. Перед студентами, впервые посетившими легендарное общежитие, выступили творческие коллективы КФУ. Фольклорный вокальный инструментальный ансамбль БРМ Института филологии и межкультурной коммуникации с композицией «Шахри Болгар». Танцевальный коллектив Station Fest Института психологии и образования представил хореографию «Умиротворение». Вокальный инструментальный ансамбль TEDx из ФНИМК – композицию «Темные аллеи». Студентов удивила своим появлением российская поп-группа «Отпетые мошенники». Вечер просто прекрасный, атмосфера такая бодрая и веселая, нам очень нравится. Пока что впечатление, правда, очень хорошее, серьезно. Здесь какая-то, особенно в деревне, в универсиаде, своя атмосфера. Здесь очень добрые люди, потому что то, что мне сильно запомнилось при заселении, старшекурсники, они помогали нам, они очень добрые и милые люди. Это мероприятие из года в год позволяет людям из разных стран и городов найти себе друзей и соратников. На такой, казалось бы, немаленькой площади проведения праздника сумели образоваться и маленькие локальные группы. Первокурсники танцевали и пели. Преподаватели и директора институтов были на одной волне. Вечер отличный, ответы мошенники, тем более. Я не знаю, помнят ли ребята эту группу, но я ее прекрасно помню. Удовольствие, приятные эмоции. Это очень здорово, что сегодня концерт. И мы стартуем вот так вот весело. Студентам представили и видеоролик, героями которого стали сами первокурсники. Ведущие вместе со студентами зачитали клятву первокурсника. Под занавес торжества для студентов выступил популярный татарский певец Марат Ярулин. Так и нагородние студенты начинают знакомиться с пока еще незнакомой культурой Татарстана. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз. Бывало ли с вами такое, что узнав о какой-то вещи, факте или идее, вы начинаете замечать это повсюду? Например, в разговорах друзей, на рекламных баннерах, в социальных сетях и в искусстве. Почему новая информация вас преследует? Или что такое феномен Баадера Майнхоф? Все ли в нашем мире случайность или есть какое-то объяснение феномена Баадера Майнхофа? Он заключается в том, что информация, которую вы получили недавно, начинает появляться повсюду. Прочитали какую-нибудь книгу или посмотрели фильм? Теперь их упоминания вы будете встречать в рекламных баннерах, в социальных сетях или в разговоре прохожих. Является ли это совпадением или нет? По сути своей, это некая защитная реакция человека на мир. И у всех бывает она разная. У одних она бывает на уровне, когда это уже доходит до, я бы сказал, таких тревожных состояний, даже до паранойи. Когда человек, я бы сказал так, уже страдает от этого настолько, что во всем видит какую-то причину, связанную с чем-то одним. Большую часть исследований в области феномена Баадера Майнхофа провел американский ученый Арнольд Цвики. По его словам, ощущение, что повсюду находится то, о чем ты недавно узнал, является следствием избирательного внимания и предвзятости восприятия. То есть, человек сам выделяет интересную информацию из контекста и, чтобы подтвердить свои суждения, пытается найти подтверждение в реальной жизни. На самом деле, средняя частотность использования той или иной информации не меняется от того, узнали вы о ней или нет. Однако, нам так кажется, потому что мозг фильтрует информацию. В каком-то смысле, феномен Баадера Майнхофа является субъективным восприятием мира. Такое чувство, по словам ученого, может длиться в среднем 24 часа. Конспирологические теории чисто манипулятивны. На этом просто зарабатывают, на этом делают прибыль. Например, выдумывают какую-то опасность, а потом продают чего-то. Под эту опасность, чтобы прибыль словить. В наше время, в эпоху постмодернизма, когда мы часто живем не согласно реальности, а согласно вырубанной реальности, виртуальности, это, конечно, стало больше. Феномен Баадера Майнхофа работает по простой схеме. Даже когда твое внимание направлено на конкретный предмет или задачу, между тобой и внешним миром происходит постоянное взаимодействие. С позиции эволюции ты должен быстро реагировать на то, что происходит в окружающей среде, чтобы оставаться в безопасности. Но в то же время, если ты не умеешь игнорировать раздражители, то не сможешь полностью сосредоточиться на задаче. Данный феномен является неотъемлемой частью 21 века, времени постмодернизма. Стоит быть внимательнее, чтобы защититься от таких манипуляций и не потратить деньги или время впустую. Николай Суховский, Фариза Хитоглы, Универньюс. По всей России празднуют День знаний. Школы, училища и институты проводят торжественные линейки. А о том, какую историческую подоплеку имеет этот день, расскажет в сюжете Валерия Карташова. Первый день осени. Люди прощаются с летом, а малыши, которые совсем недавно ходили в детский сад, трепетно собираются на свой первый урок. Первое сентября – это значимый праздник для школьников, студентов и преподавателей. Но мало кто знает, как он появился и почему именно в этот день решили отправлять детей в школу. Сама история этого дня имеет истоки из далеких времен. И к современности праздник претерпел множество изменений и дополнений. Этим днем, 1 сентября, когда все начинали свою учебу, этот день тоже стал не сразу. Например, в Советском Союзе, на территории нашей страны, так как бы он стал только лишь в 1935 году. До этого дети начинали, и студенты начинали учиться в разное время. Главное, чтобы начать учебу в конце лета или осени. Если заглянуть в далекое прошлое, то первый день осени не всегда ассоциировался со знаниями и учебой. До указа Петра Первого о праздновании Нового года с 1 января, как привычно нам, Новый год отмечали именно 1 сентября. Это было связано с тем, что начало осени, как правило, время сбора урожая и старт подготовки к зиме. Официально Днем Знаний, как торжественным праздником, он стал в 1984 году. Тогда и началась эпоха линеек и букетов для учителей. Этот праздник, как мы знаем, имеет свои устоявшиеся традиции. В нашей стране, за рубежом, у нас в стране, в школах традиционно, мы видим учителей с букетами цветов, которые родители и дети несут, их поздравляют. Мы видим девочку, первоклассницу, красивую девочку с бантами. Именно традиции делают праздник 1 сентября особенным. Первоклассница на плечах у старшеклассника со звонким колокольчиком. В ее руках очень большая ответственность, ведь она дает тот самый первый звонок для всей школы. С этого момента учителя ведут детей в классы и проводят свой первый урок в этом учебном году. Не во всех странах дети идут в школу 1 сентября. Некоторые начинают свою учебу в апреле. Именно 1 сентября связано в нашей стране с нашими условиями климатическими, когда заканчиваются основные сельскохозяйственные работы, когда издревле люди освобождались, освобождали своих детей от помощи в хозяйстве. И поэтому 1 сентября было самым тем днем, когда можно было подумать об учебе. В университетах этот день – начало учебных будней, лекций, семинаров и подготовки к сессии. Для первокурсников проводят ознакомительные торжества и встречи. Старшие курсы идут на первые в учебном году пары и видятся со своими будущими коллегами, сейчас одногруппниками. Для студентов это такой же торжественный день, но на совершенно новом этапе после школы. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Софья Волоснова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!